зритель привык к определенному образу в данном случае ваш образ вы сказали да вот желтая рубаха максимум оранжевая да и вот такие вот штанишки и тут показывают понятно в вашей амбиции что вы хотите показать себя и попробовать себя в другом каком-то амплуа но есть же успех да есть какие-то бюджеты и никто не хочет рисковать видите если бы продюсеры фильма не знали моей судьбы не знали меня то есть воспитанника 90-х годов кандидата мастера спорта по боксу и не видели меня так сказать пару раз в гневе и какие рожи у меня появляются тогда не юмористические они может быть и не рискнули но когда обсуждался этот вопрос что им нужен видный то есть и бизнесмен и в тоже как бы есть волевой не уголовник но жесткий жесткие абсолютные то есть еще и негодяй мне просто сказали серый да сыграй самого себя в 90-е не парься ничего не надо тебе сейчас себе ломать просто вот того вытащи парня я вытащил они говорят еще и плюс у некоторых моментов были но ты вот тут конечно то есть вот этих двух охранников бил правильно хорошо но немножко нужно по в цивилизацию вернуться я так а вы хотели 90 нате да пожалуйста и к тому же я все время то есть мне то есть в этом смысле очень показательна судьба нагиева димы который начинал то собственно говоря с комедийного просто с комедийного скетч актера вот они снимались с сергеем ростом в скетч шоу смешные прапорщика задова все и вдруг чеченский командир в чистилище представляете этот человек с таким нарушенным носом вешает роликс надула танка и говорит танкисту говорит они стоят 15 тысяч долларов старичок зачем тебе эта война я его ненавидел после этой роли я переключился за один фильм ненавидел его еще месяц вот за этот цинизм которым сыграл а потом осознал вот это переход и он потом совместил комедийности отрицательную оборот его везде в отрицательную образу но при этом комедийность а иногда и не комедийность и поэтому я сказал прекрасно единственное что я хотел бы быть чуть глубже но опять-таки за счет своего образования где-то как-то быть глубже вот но это линия мне очень нравится комедийность отрицательную орас комедийность 30 у меня нету сергей сомнения что вы сыграли по максимуму так, как вы это представляли и хотели. То есть, если вы себе ставите пятерку, значит, это круто. Я только через режиссера такие вещи. Мне хочется самонадеянным быть. Когда режиссер одобряет дубли, я говорю, я еще два раза переспрашиваю всегда, было? Нет, он говорит, мне все понравилось. Сергей, я сейчас не об этом. Я о зрителе, потому что иногда, ну, вы же знаете, вы же пишете тоже, иногда можно написать гениальную вещь. Это как, например, даже социальные сети. Пишешь обалденный пост или крутейшую статью, настолько наполненная, настолько глубокая, там много анализов, все, вот-вот, ну, близким показанием говорят, слушай, ну, просто это... А люди не реагируют, да? А почему? А потом в то же время, через час, выкладываешь какую-то глупейшую шутку, картинку, я не знаю, короткая какая-нибудь, и она просто разрывает всю ленту твоих друзей, кучу перепостов, лайков, комментариев, you make my day и все остальное, да? Да. Здесь показательный момент был, например, если помните, Сергей Светлаков в свое время снялся в фильме «Камень». Да, да, мы обсуждали очень много. И вот, и вот, вы знаете, я ждала этой премьеры, я пошла в кинотеатр, я посмотрела этот фильм с точки зрения, вот, только о себе сейчас, субъективно, гениально сыграно им, гениально. То есть, вот образ этого сумасшедшего маньяка, отрешенного такого, да, и вот как он это все, это супер. Но половина зала просто вышла на середине фильма. Отзывы и рецензии, которые я читала, я смотрю, я думаю, какой дурак это вообще все писал. А почему? Потому что зритель не готов воспринимать Светлакова в таком образе. Он не хочет, он ему такой не нужен. Они хотят, чтобы Светлаков продолжил шутить, их развлекать. Вот, я боюсь, вы не боитесь этого, что может случиться с вашим фильмом такая штука? Вот в этом смысле, в этом смысле, ну, Сергей повел генеральную линию в фильме. И плюс еще такой персонаж, главный персонаж всего фильма. Двойная задача произошла. Сломить собственный образ, стереотип собственного образа. вот, перевести на рельсы зрителя. Вот, конечно же, забастовали. Потому что любят того Светлакова. Точнее, любят нашу Рашу, Светлакова из нашей Раши, этого смешного, незадачливого, туповатого, и так далее, и тому подобное. И он сделал слишком резкий шаг. Он начал бы, знаете, как, когда ребенка отучают от страха, когда ребенка избавляют от страха. То есть, психологи доказали, что это можно сделать очень быстро и легко. Как и сформировать страх, так и избавить человека от страха. Просто это делается постепенно. То есть, вначале, когда ребенку, ребенок пытается потрогать кролика, такого мягкого и хорошего, у него за спиной, железкой по обжелезку ударяют, а врожденным является страх громкого звука, и он начинает плакать. Потом он опять тянется кролику. Снова удар. В третий раз, когда только приносит кролика, он уже плачет. А потом, когда он кушает, во время приема пищи, ему издалека, в верном проеме, показывают кролика. Во время следующего приема, чуть ближе, и где-то на четвертый, пятый прием пищи, он уже гладит кролика и ест. А Светлаков сразу решил. Не из проема, а вот сразу сюда кролика. А нужно было издалека, тихонько, там где-то сыграл. Где-то, может, не с положительного, а опять-таки, с отрицательного героя начать, чтобы люди, так сказать, переход на отрицательного героя происходит легче. То есть, перевестись из юмористического в отрицательный. Ведь и Фредди Крюгера тоже играет комедийный актер в фильме «Кошмар на улице Вязов». И очень органично, и прекрасно. И обратите внимание, и Добронравов, который снимался в шести кадрах, играет прекрасно отрицательных героев. Но у него еще образ, как говорится. Вот. Поэтому Серега просто рванул очень сразу. Ему бы чуть-чуть так издалека, из проема. Я считаю, что эта роль, которую я сейчас играю, в ней есть прекрасный, главный, положительный персонаж. В нем есть героиня и так далее. А я – это вот некий, как раз таки, отрицательный персонаж, который ироничен, может быть, но абсолютно с гадкими мотивами человека. И я думаю, что это примется органичнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова